Все, машину забирают, поехали. Значит, я тогда подожду, когда туда зайду. Да, я позову. Ой, да ну, да ну, да ну, да ну, да ну. Ну, а я в Ростове, я в Ростове, я на даме, жик. Было бы отлично совсем, то есть вот это вот уже фигня, мол, забита, а от этого еще там что-нибудь. Вон, вот в таком вот духе. Я считаю фильтром средней загрязненности, то есть себе бы я поменял. Ну и поменяю. Сейчас будем поднимать матринки. Что, что и как, да? Сиденья у вас уборные. Я сейчас загонял нашу. Это как раз они вот эти вот прочитал, что сиденья анатомические, то есть что у Мерседеса и BMW, Audi сделали такие классные сиденья, а вот у Лексуса такого нету, но какая-то фирма дорабатывает это все дело с массажем и со всеми такой вот. Ну, я думаю, дай-ка я закажу. Ну, заказал. Там действительно массаж, ну, тогда будете там выгонять. То есть, а массаж работает путем накачивания... Да, он такой... Подушек накачивает, да? Да, он так... Пссс, 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 пссс и давит. Ну, вот там пульт, вот этот вот, вы там нажмете на кнопочки. Я-то не буду нажимать. чтобы спину массировать и ягодицы это самые крайние две кнопочки нажмете и прочувствуйте как они работают они сказали что вот это вот ягуары там якобы кожа особая кожа особая то есть они для этих кресел берут кожу которая как раз идет на очень дорогие машины ягуары там mercedes это какого-то такого класса ну да и какой-то так но насколько я понял по крайней мере похоже у меня на летней резине это одно колесо пробили и вот она постоянно спускает вроде бы и сделали но а сколько должно быть давление 2 и 3 2 и 3 то чуть-чуть под спусками мы делаем сейчас 2 и 4 потому что в сервисе вас автомобиль да устраивает устраивать а то блоге смотришь там одно говорят но если хозяин едет уже человеку этого нечего там доказывать все тут уже стоялось и так далее я думал взять немножко по скамне где-то в районе двух миллионов еду мимо я сам скаминска заезжают а он стоит спросил 3600 ну давай думаю просто раз так четырнадцатого года пробег был 47 тысяч километров и поэтому думаю здесь здесь в ростовской области там да я и был в ростовской области ну поехал вот снялся то есть и не уезжал никуда у многих с такого впечатления что только в москве и живут они еще не или на съемках там бывает машина такая вот у меня gx был ну что сказать я был ей доволен потому что по рыбалкам ездили по байракам всем там легко и просто а вот это уже как-то ну как бы сказать как-то побаивались дорогая вещь и вот с ней уже начинается так это ну я не знаю пройдет там год еще два может на ней тоже начну ажесачить то есть лучше сил на gx 470 да я как-то сразу вот как будто тут и был она этот все таки да вот габариты все там такое ну да привыкли-то плетину что-то нас 7 миллиметров а тут вообще по-моему никто ничего не не делал указывать но тут чтобы заснять тут потому что если грубо говоря делаются съемка там делается остановка тут прицел причем все это делается с нескольких ракурсов чтобы было так сказать и вот так вот каждое перелетом неудобно читать 17,5 чтобы не дрожало потому что если снимать с рук она с вибрацией рук идет потом очень тяжело смотреть это что такое? это направляющие суппорта они обслуживают смазываются на каждом ТО у вас суппорт плавающий так сказать еще разок, покажите где тут стирается в первую очередь восьмерка вот здесь это 8 мм означало это 6 это 4 и вот это концовка да потому что четверка то есть минимум по моему они одинаково уйдут и вот это значит восьмерка означает что абсолютно новая и стирается вот интересно вот отсюда нет, она целиком еще показывает да то есть продублировано а вот еще сапун очистить это сапун с мостом вот он а что он делает? связь с атмосферой то есть чтоб там давления не было да то есть ну сапун работает то есть избыточное то давление если оно устравливает да а ну просто как как вентиляция можно сказать связь с атмосферой сапун но погода сейчас конечно это супер сам это супер сам 9 и 2, 9 и 3 приблизительно эти данные куда-то заносите или только они у вас имеются но они остаются как бы в базе а и по базе смотрите в первую очередь это то есть для клиентов чтоб он уже ориентировался какой у него остаток тормозных дисков и колодок ну и соответственно если они маленькие то рекомендация она должна быть обоснована по замене и информация и служит для этого у меня даже был как-то случай вот вот это направляющая не выкрутилась а где-то вот так она скрутилась сломалась сломалась то есть так сильно закисло ого то есть их надо регулярно вот поэтому а если не делать ну да на GX я помню особо не делали по туалетамик позаписалась на GX на GX бывает выскакивает и то есть она должна быть всегда если не будет там отверстие будет забиваться грязью и опять таки заклеит заклеит они должны всегда какой там его то есть отсоединять можно было от скобы а этот он одно целое он большой он за это перекручен именно к поворотному кулаку вот так то есть и колодки тут вставляются по поршеньке вот два на колодку а там всего один поршеньок тормозный а тут их четыре и тут в принципе закисать нечему ну это хорошо да так о чем я говорю целебную кулинарию наберете в ютубе как это и там легко все и просто значит отличная вещь для того чтобы организм организм был такой крепенький то есть пророщь и как там блюдо там готовить можете на канале да 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 набираете целебная кулинария и очень хорошо а то круги какие то у вас тут под глазами такие усталость да ну вот это и как раз и для детей там можно все это использовать то есть все хорошо грязь но это ничего так а тут обслуживание особо и нету да так посмотрим тут паре замене то есть колодок только направляющие то есть чистятся и все там ну то есть вытаскивается разбирается вытащить крепотки новые поставить они почистились и все а в принципе тут все то есть продувается выдувается тут особо если грязь не задержит и закисать то я вот честно вот в таких тормозах редко встречался то есть где направляющие закисали там мы умеем мы вот и в и так и Что здесь смотрим? Общее состояние. Открученные элементы, деформируемые элементы, стечи, вообще осмотр. Вот задний мост, вот покраски и сапузы, которые это вам говорит. Вот он мост, и вот он идет, и вон он вышел, который я прокручивал, как пачок. Ну а так, LX это танк. Понадежнее, чем GX? Одинаково. Одинаково. Когда пришел работать сюда, мне загнали машину. LX. С пробегом в 200 тысяч. Я думал там живого, то есть ничего не будет, потому что исходя от не создания дровера на таких пробегах, ну это не то ужас. Я заглянул, он весь сухой. Я так удивился. Он говорит, это как, нормально? Он говорит, да. Металл? Передняя часть металл, а задняя пластик. Это не четко. Последную пробку. Это вот самая лодка. Это двигатель маски. Странная пробка. Амолятор. Отпал. Сюда же. Да. Это хорошо сюда. Ничего не зацепило. Ну старый, он такой ненадежный. Ну вот из пиксации. Все зады. Гофо вот так вот цепляется и все. Масло пошло. Да. Как оцениваете масло состояние вот это? Рабочая, но с чистой вот отсюда на просвет коричневого цвета. И прям так, ну то есть светлое масло, то есть просвечивается. То есть еще рабочее, да? Нет, ну по пробегу его надо поменять. Я имею ввиду то, что... Я не понимаю в смысле еще. Ну то есть масло качественное. А. И то есть в конце срока не утратило своих свойств. Ага. Ага. Ясно понятно. Потому что бывает, когда слить некачественное масло, оно как густое, то есть непрозрачное, как кашу не кашивает. А, и не течет? Нет, оно течет, но видно то, что оно уже такое, то есть густое, само по себе. То есть стягучесть. А это прям... Ну там... Да. То есть правильно он начал писать, что надо масло менять, фильтр менять. Самая машина там напоминает. А, ну это что выставлять в сервисный перевал? Да. То есть на замену. И сейчас вы ставите, да? Все эти сервисы. А. Там один год, либо десять без пробега. Вот новая прокладочка. На сливную пробку. А, на сливную пробку нужно все новое, да? Да, она одноразовая. Ага. И на фильтр тоже, вот сам фильтр масляный. Вот такой масляный фильтр. Да? Да. И вот... Спустность прокладочка. Но это не используйте. Угу. Спутализируйте. Угу. 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 Подешевле я сделаю. Угу. Угу. Подешевле я сделаю в домашнем там каком-нибудь сервисе. У хорошего там мастера. Вот. У нас тут мастер естественно этот лексус он видит. может быть даже в первый раз в жизни. Он там там какими-то там пускай там ванкрузеры там делал там бывало да. Лады и и тут значит вот такой ну сделать. И он тогда начнет значит думать как это дело сделать. И может даже обломить. И может даже то есть навредить. И все что надо пожалуйста. Вот эти вот пыльнички целенькие. Да. Смотрел да. Смотрел да. Их четыре штуки. Раз два три четыре. Угу. Ну это ж так называемые шрусы. Шарнир правовых угловых скоростей. То есть а в простонародье это все граната. Ну да граната. Граната и все. Вот она граната. Он же шрус. Что мы сейчас будем делать? Мы дожидаясь пока тут сбылится все масло. Закрутим пробку. Оно еще стекает или как то вот. А вот это вот. Ох да 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 да. Вот масло ваше. Ничем не промываем. Просто новое заливается и все. Я стекаю лучше. Ага. Ага. Сереж. Еще раз повторите вот эту вот вещь про Садам Хузейна. Что он сказал? Садам Хузейн говорил то что в мире есть две безотказные вещи. Это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser. А по сути LX это тот же Toyota Land Cruiser. Только такой роскошный. Спасибо. Спасибо. Надежда как танк. В втором месте Toyota Highlights в общем зачете внедорожников приехала. Это тоже говорит о надежности Toyota. А первое что? Citroen. Citroen. Они последний год уже так выступали. Они больше не будут выступать. Ну то есть опять таки у Citroen считают то есть баги прототип. Ну то есть может быть не баги, но прототип. Таких нет серийных машин. А Highlights все таки он как то хоть похож на серийные. Ну да. Понятно то что то есть раллийные от машины от серийных отличается то есть кардинально. То есть я соображаю сразу же вот глянул на эту штучку и сообразил что что. Да то есть если нет такого приспособления. И вот он сам фильтр масляный. Вот он. Вот так. Вот он. Ага. Ага. От который вон тут желтенький. Ага. И уплотнительное кольцо то есть прокладка. Все это уже БУ? Да. Они одноразово соответственно. Посадочное место. под новую резинку. Вымываю. Резинку. И тут все таки остатки масла. Чтоб ее не замяла, закусила. Чтоб она двигалась. А вы мои обзоры не смотрели на ютубе случайно? Смотрели, да? Ну тогда это будет очень хороший такой. И соответственно. Ну да. Все. Новый фильтр. Обратно в двигатель. Корпус. Вот. Хорошо. Ну дальше не скручиваем сейчас. Сказали. Что? Значит было отснято сто часов. А фильм получился там где-то минут на сорок. То есть такой материал был отснято. для того чтобы сделать вот такой вот фильм. Ну да. То есть рабочие кадры. Почему что-то на всех фильмах. То есть вот бывает выходит. То есть режиссерская версия. И она то есть длиннее. Так. Что теперь? Теперь замыкнем на это все. Вот. Поэтому. Не столько обзор. Как вот. Вот такой вот. И оказалось. Там же набираешь. Лексус. А когда. Идет. Ну в смысле. Лексус. Допустим. Можно сказать. ТО. На 60. Там тысяч. Да? Люди. В смысле. В поисковик. Забивают. Лексус. Допустим. 570. Им только. Грубо говоря. Кто. Что снял. Насчет этого. Это мы сейчас прошприцуем крестовины кордонных волок. Это тоже. Это тоже. Масло идет сейчас? Это. То есть. Консистентная смазка. Такая. Она уже простая. Вот. И им выскакивает. Допустим. Тысяча этих. Выскочила. И в том числе и мой. Они посмотрели. И глядишь. Им понравился обзор. Ну да. То есть. Лайк поставили. Ну да. Начинают смотреть. Рассказывают. Я. Говорит. Вот. По. ЛСУ 430. Один мне написал. Говорит. Я. Говорит. Такого подробного обзора. Ни у кого не видел. И благодаря этому. Там. Один пишет. Я. Буду покупать эту машину. Это. Самая. Такая. Коварная. Неудобная. Причем только. Сверху. И. Причем только. На ощупь. И. То есть. Очипь. Не пальцем. А именно. Вот. Самим. То есть. Приспособление. На. Есть. 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 А. Карданы. Тогда. На. Подъемке. Потому. Что их. На. Та. Возвращение. Нельзя. Чипец. Та. 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 Короче. Машину. Перегоню. Несторожный подъем. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И заведем. У нас масло разливное. И сюда надо 8 литров. Двигатель большой сам посудим. Спасибо, Юр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я вот еще заметил, Геннадий Петрович, у вас машина нетонированная, да? Да. То есть, вы не любите тонировку? Мне нравится более светлый. Мне так светлый салон нравится. А тут, как оказалось, черный салон. Но благодаря тому, что никакой тонировки нету, машина получилась светлая. Это щуп для масла как раз. Да. Желтый салон. Желтый салон. Ну, давайте. Ну, давайте. Смотрите. То есть, это новый. Синенький-голубенький. Это, соответственно, он был. Он тоже был синенький-голубенький. Он был точно такой. Один в один. Это та часть уже, которая идет на двигатель. Он все равно, это серия, вот эта сероватия. Все. Самые обыкновенные и простые фиксаторы. Все. Это масло в гидроусилитель. А, в гидроусилитель. Тормозной. Вот он. Toyota не регламентирует замену этой жидкости. То есть, и она меняется по состоянию. Но из опыта она всегда такая чистая. Нормальная, да? Абсолютно. Тут может быть только, если где-то в рулевом управлении есть эффект, стечь. Если холодный, то есть минимум максимум. И вот отсюда горячий. Меню максимум. Если хотите, могу показать вам сервисный интервал. А что это такое? А, сервисный интервал? То, что вы вот и говорили, то, что машина сама показывает, чтобы ехать на ТО. Сейчас, секунду. Соответственно, синенькие горят через год. С 10 тысяч пробега. То же самое. И общий обслуживание. Вот. Также тут можно личных выставить, там, напоминалку какую-нибудь. Ради бога. Сейчас опять поднимем. Посмотрим на фильтр. На право. В обоих снах. Прокладочки держат. Бывает, машина распоряжает, а ее нету. Потеряли. 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 А дополнительный бак можете показать, где он? А его у вас есть. Есть. Нет. А, нет. Вот он. То есть над запасным колесом. Вот это он. Вот он. Ну, вот отсюда его еще хорошо видно. От шов его. Ну, то есть угол. Вот он. Ага. Это за момент, да, затяжки? Да. 131. Ньютон на метр? Да. Ну, либо 12. И один тысяч килограмм сил. Открыть не может. Ну да, такой. С моторным отсеком все закончено, да? Не совсем, мы проверим уровень масла, хоть мы залили 8 литров, то есть это будет, уровень максимальный, но тем не менее надо проверить, открыть оттуда, то есть электрику помочь, чтобы до аккумулятора добраться, то есть точно такую вещь. Повесить бирку.